Ай-я! Привет, друзья! Один день отдыха И мы сегодня снова выезжаем в Житомирскую область На очередной танк История, конечно, как обычно Что касается танков, у нас всегда история интересная Рассказывают такое Приезжаем на место Все оказывается не так Но в этот раз рассказывают, что очень Они знают, что там тигр Он находится посреди озера Мне, правда, тоже непонятно, как он туда попал Как обычно Они знают, что он Чем-то загружен Интересным Они знают все, только не знают точно Есть ли танк Вот Какой-то дедушка его видел Сейчас ему 80 лет То есть это 35-го года 36-го Дед рождения Что бы там было Неизвестно Но тем не менее Ребята Нас пригласили У них уже там немцы Которые купят этот танк И все у них есть Только нету результатов Вот Поэтому мы сейчас приедем Распакуем лодку Выйдем на это озеро Ну, сделаем Магнитную съемку Посмотрим Вообще Есть ли там что-то Потому что мы, конечно, с собой взяли И водолазный костюм Но Не знаем Какое озеро Какое болото Если там болото То нырять не будет Если нет, то так бы плавать В общем Сейчас мы доедем до места И вы все увидите И мы, конечно, увидим все Ну, вот Мы заехали В Коростынский район Сейчас едем Как обычно В Житомире Вот такие дороги Едем к озеру Движемся в сторону Беларуси Покажем Движемся Какие дороги Какие прекрасные дороги Переди нас ведет машина Которая будет нам Показывать Там мне люди сидят Которые будут нам показывать Куда, чего И что Ну, те ребята Которые нас пригласили Говорят, что все Супер Тигр на месте Самое главное, что тигр Вот Так что мы едем за тигром, друзья Без тигра мы домой возвращаться не будем Без тигра, нам сказали Не уедем, да? Что мы не уедем без тигра Вот Поэтому сейчас доедем до озера Распакуем лодочку, надуем Ну и посмотрим, что там Не переключайтесь Будьте с нами Музыка Я вам скажу Мы уже все в возрасте Я бачу Правильно? И получается Мне было 7 лет Как с одним дедом Я шел на родителей И он сказал Сынок Когда была война Я пас корови Его на фрон не взяли Он уже старый был Вот То танк Заблудился немецкий И стали Коло меня Я коровю пасу Один по-русски Что-нибудь Казал А другий Вообще Ничего не казал Только что В этой переводе Что Что Їм надо Попасти на трасу Которая И Малин А Вон Збилось И Цего угла Пересекли И Въехали Закусили То По-русски И По-русски Пошли Приехали В Церковск Так Так Танк Ишов То я им Кажу Что Тут Не Пересекли А там Затон Такий Шов Понимаете Вон Ну так сказать Метров 50 Сильно Велика была Грибина Бо речка Коли весна Колись вода була Розвивалась По-русски И там Грила То люди Там Косили сено И жертв 15 метров Пробували дно То достать Лимона Это уже Как я Вирус То Каже Я им Кажу Что Тут Не Проедете Там Надо Объехать Там Хороший Бере А Вон Геркнул Что Жерел Мол Подводу Танк Ишов Не знаю Каким методом То Вон Как Пошел То Я Повтора Сидел Такой Жмурки Пошли Вон Не Вийшов То Я Уже По Шевель Ходил Здоровий И знаете Там Безодное Озеро Озеро Ось Аир Татарик Такое Ростение То Что я Заря помню Отака Ширина О Ихто Прорезав Його Колея Одна И так Другая А Мы В детстве По Аиру Там Выбоку Гойдались Оце Я Бачил А потом ГЕС построили Затопило Оказывается Воно Обмелело Не те води То Если Танк Пошел То Там Боже Знаю Оце Я Можу Рост А В каком Сороце Танк Это Где-то Сороковый Я Не знаю Я Был Малый А Немцы Были Окупація Или Наступали Они На Киеве Я Чего Вам Я Был Малый То Я Был Малый То Это Як Ты Брыхал То Я Понял Вот Мы Выехали В лес На какой-то возвышенности Под нами Вода Видно Вода Видно Вода Уже где-то близко К цели Ну Это Я так понимаю Полноценное болото Было Я Смотри Это Ближе к белорусской границе От Трассы От Трассы От Едем дальше Едем дальше Так Процесс накачивания лодки Андрей Васильевич как всегда у нас молодец К 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 Красиво, здесь природа очень красивая, Андрей Васильевич как всегда матюкается, спускаюсь. Как хорошо быть на природе, романтика, плывем по реке в надежде отыскать танк. Самое главное, чтобы он здесь был, ребята, магнитометром мы бандитное поле уже замерили, проплыть нам нужно метров 200, даже может 300, в надежде на то, что есть танк, мы будем радоваться. Андрюха у нас рулевой, рулем, комарей только очень много кусают, комаров много, это я вырежу на небе, не звездей, а звездов, дурак Телеха, падежов не знает. Да, красиво здесь, романтично, рыба, наверное, здесь тоже есть. Плаваем, плаваем, но пока ничего не наплавали. В общем, существенных магнитных аномалий в этой реке я пока не вижу. Мы сейчас вернемся обратно по течению, исследуем более тщательно начало реки, там где они говорили. Мы решили чуть дальше заплыть, чтобы удостовериться на всякий случай. Ну, пока результат отсутствует. В общем, все как обычно. Железо какое-то есть, а танка нет. Хотя река уж, бобровые тропы, тишина, птички поют. Вон там, вон, наша машина стоит на том берегу. А на том берегу, а на том берегу, и на том берегу лес. Ну, широкий, она как бы, это столок, получается, лизает. Вот. Так, я бы знал, что такая длинная река будет. Я бы, наверное, тебе сказал, чтобы ты лодку, моторку взял. Не, ну-ка, кто бы знал. Я бы, конечно, моторку взял. Моторчик, точнее, не моторку, а моторчик. Теперь я понимаю, почему ты так лезешь на пыл. Да? Что вы говорите? Теперь ты понимаешь? Ну, помаслай немного. А я поснимаю красоту. Может, я не снимаю. Наша повторная экспедиция возвращается. Вот. Они специально ездили туда с теми людьми, кто нас пригласил, для того, чтобы проверить, там ли мы проверяли. Потому что, по нашим данным, танков нет. Две рабочих силы лучше, чем в одной, и быстрее. Леша, скажи сюда. Ну, что обычно? Танков нет. Еще раз. Танков нет. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok